Покупайте телевизоры BQ со скидкой, промокод и ссылка в описании ролика. С 1 сентября 2020 года банки по закону обязаны при досрочном закрытии человеком кредита возвращать ему часть уплаченной страховой премии. Но в этом видеоролике я вам расскажу инсайдерскую информацию, которую мне донес один из действующих сотрудников одного крупного банка. Предположим, что зовут его Андрей, и Андрею мы все вместе говорим большое спасибо за информацию. В этом сюжете я вам расскажу, как простым менеджерам, которые взаимодействуют с нами, когда мы хотим взять потребительский кредит, вышестоящее руководство по электронной почте присылает письмо, где рассказывают, как этот закон легко обходить, как они теперь будут продавать услуги страхования жизни. По телевизору, по новостям вам никогда об этом никто не расскажет. Нам лишь рассказывают о том, что с 1 сентября теперь можно при досрочном погашении кредита возвращать свои страховые деньги. Друзья, как это хорошо. Вот в этом сюжете я вам расскажу правду, как это работает, какая информация крутится внутри банка. Досмотрев его до конца, поймите, вы станете финансово грамотнее. Если вдруг вам или вашим близким придется брать кредит, придя в банк, вы уже будете знать, где вас могут обмануть. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас. К центральному банку можно относиться по-разному. Одни считают, что все вот эти законы, понижение процентных ставок, ключевых ставок, все это сделано для людей. Другие же утверждают то, что все это фикция. По телевизору рассказывают одну. Нам говорят, да-да, процентная ставка ниже, да-да, денежки будут возвращать, а при этом тихоряк говорят, так, вот здесь, 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 мы это все легко обойдем. И тем самым мы вновь и вновь будем зарабатывать деньги на лопухах граждан, которые ни хрена не знают и считать не умеют. С 1 сентября изменились правила отказа от договора страхования при досрочном погашении кредит. Представьте, гражданин взял кредит сроком на 5 лет. Вместе с ним был оформлен договор страхования от несчастных случаев. Мало ли какие обстоятельства могут помешать выплатить долг вовремя. Деньги за страховку были списаны за счет кредитных средств, а через 5 месяцев человек досрочно погасил кредит и решил отказаться от страховки, которая также была рассчитана на 5 лет. Разбираем стандартную ситуацию. Допустим, человек хочет взять потребительский кредит на 1 миллион рублей. Как правило, сегодня в среднем на 5 лет вам сделают страхование жизни по цене 168 тысяч рублей. Я называю средние цифры, где-то это может быть больше, где-то это может быть ниже. Мы лишь рассматриваем живой пример. Что мы делаем? 168 тысяч мы делим на 60. Таким образом, мы получаем цифру 2800 рублей. Это один месяц за страховые услуги. Предположим, что вы платили кредит, пусть это будет 12 месяцев. Мы умножаем на 12, 33 600 рублей. Это те деньги, которые вы отдаете за страховые услуги за 12 месяцев. Далее мы берем минус 168 тысяч рублей. Всего же мы отдаем денег 168 тысяч. Таким образом, если вы через год закрываете кредит досрочно, вы приходите в страховую компанию и говорите, кредит закрыт. Прошу вернуть вас денежные средства. И по-хорошему вам должны вернуть 134 тысячи 400 рублей. Раньше в подобной ситуации отказаться от договора страхования и вернуть часть денег за неиспользованную страховку было нельзя. Но теперь такая возможность появилась. В закон внесены изменения. И теперь человеку достаточно просто подать заявление в страховую компанию или банк и в течение 7 дней вернуть назад деньги в размере страховой премии пропорционально неиспользованной страховке. Вернуть деньги за страховку можно будет в том случае, если не произошло какого-либо страхового события. Но спешу вам напомнить, что страховка жизни, когда вы приходите напрямую в страховую компанию, на вас будет стоить не 168 тысяч рублей, а 1015. Вот все остальное это комиссионное вознаграждение для банка. То есть он забирает себе эти денежки. Это нам по телевизору рассказывают о низких ставках. Мы про все это уже говорили. Я на этом останавливаться не буду. Заманивают под 6%, под 7%, но потом навешивают такие вот суммы страховок. Значит, здесь появляется шаг первый. Это сумма невозвратной части. Что это такое? Подписывая договор, вам говорят, да-да, конечно, вы можете закрыть кредит досрочно. Все, кто берут кредиты, как правило, в момент подписания у них цель. Закрою досрочно, все 5 лет я платить не буду, сейчас все будет хорошо. Но, если в кредитном договоре есть пункт о том, что, допустим, взымается 20% как невозвратная часть, то от 168 тысяч вы отнимаете 20%, это хоть вы на следующий день кредит будете закрывать, условно, вам вот эту часть суммы не возвращают. А дальше, если вы закрыли, допустим, через 2 года, вот по этой математике мы с вами и выходим на такие цифры. Я вам их специально ввожу на экран для того, чтобы вам наглядно было понятно. Но это еще только цветочки, потому что это такая хитрость, которую вы, в принципе, увидите, когда будете прочитывать договор, если будете, конечно, его читать. А дальше начинается самое интересное. Менеджер рассказывает, что банки теперь будут давать страховку жизни не на весь период. Почему? Вот смотрите, когда человек берет кредит на 5 лет, то, как правило, есть такая общая статистика, что досрочно кредит закрывают после 3 лет. Это может быть 4 год, это может быть, когда остается 6 месяцев. Сам факт того, что после 3 лет. И я вам скажу, что я лично как раз попал под эту статистику. Я брал кредит на 5 лет, закрыл его через 3 года и 3 месяца. И вот что делают эти жулики? Я вывожу вам на экран вот такую интересную таблицу, которую вам прокомментирую. Вот смотрите, что в ней есть. Вот раньше, допустим, когда человек брал кредит на 1 миллион рублей на 5 лет, ему давали страховку на 168 тысяч рублей на весь период. Теперь же они эту страховку будут продавать по цене 168 тысяч рублей, но на 3 года. Та же самая разбивка есть на 500 тысяч рублей и на 50 тысяч рублей. Вы все это можете видеть. Четвертый и пятый год у вас будет не застрахован. То есть ты проплатил по их статистике, допустим, 3 года прошло, на четвертый год ты закрываешь кредит досрочно. Идешь в страховую компанию, закон есть, тебе менеджер говорил, что деньги можно вернуть. Ты приходишь в страховую, говоришь, здрасте, хочу вернуть часть денег. А тебе говорят, слушайте, а у вас уже весь период прошел, у вас был застрахован кредит на 3 года. Если же вы вдруг узнаете об этом, когда вы сидите в банке, вот я вам рассказал, вы говорите, я хочу, чтобы он был застрахован на весь период, вам четвертый и пятый год продадут по цене дополнительно. И, соответственно, кредит страхования жизни на 5 лет 1 миллиона рублей будет стоить 315 тысяч рублей. Банк, про который я рассказываю, это известный крупный банк, по всем телеканалам его рекламируют. Почему я его не называю? Да потому что подобная ситуация происходить будет по всем банкам. Где-то, возможно, вы это увидите, от этого отобьетесь, а где-то человек, который не разбирается, финансово неграмотный, вляпается на 315 тысяч рублей. То бишь, что это в этом плохого? Если ты все 5 лет будешь платить, ты и миллион отдаешь, еще и проценты отдаешь, еще и 315 тысяч рублей страховки жизни отдаешь. Таким образом, благодаря некому Андрею мы теперь с вами знаем, что происходит внутри крупных банков. Закон есть, он действует, но что происходит на деле? Вместо того, чтобы застраховать вас на 5 лет, вас будут страховать на 3 года. И я уверен на 99%, что вам об этом в открытую никто говорить не будет. А если и скажут, ну опять же, где ваша выгода, где ваша защита? 168 тысяч на 3 года, 315 тысяч на 5 лет. Но это бешеные суммы, опять же, за страховку жизни. Для чего? Для того, чтобы получить пониженную процентную ставку. Я неоднократно рассказывал людям, что когда вы гонитесь за ставкой 9,9, 7,9, и вам говорят, ну вот при условии страхования жизни, а если вы ее не возьмете, то ставка будет 16%. Если посчитать, иной раз бывает даже выгоднее взять кредит со ставкой 16%, платеж меньше получается, нежели чем низкая процентная ставка, но с такими страховыми услугами. И не забывайте еще про сумму невозврата. Каждые банки по-разному могут делать. Кто-то сделает 10%, кто-то сделает 20%. Вполне возможно, что кто-то понаглеет и сделает еще больше. За всем этим нужен глаз за глаз, потому что их основная задача заработать на нас деньги. Моя основная задача донести до вас информацию, чтобы вас никто не обманул. Также Андрей поделился интересным советом с точки зрения сумм страховок. Вот смотрите, пороговые цифры могут быть в разных банках разные. О чем я говорю? Я вам вывожу на экран вот такую интересную табличку. К примеру, когда вы берете кредит на 1 миллион рублей, страховка жизни будет 168 тысяч рублей. Но стоит добавить 1 рубль, то есть 1 миллион рублей, 1 рубль. И страховка жизни по коэффициенту падает, и она будет 130 тысяч рублей. Уже тут же на одном ровном месте, зная эту информацию, вы можете сэкономить 38 тысяч рублей. Но подобное работает не во всех банках. Уточняйте, если вдруг будете брать себе кредит. Сколько платят менеджеру за выдачу кредита со страховкой жизни? Андрей поделился этой информацией. Примерно это 1% чистыми. То бишь, человек берет 168 тысяч рублей, ему в зарплату прилетает плюс 1680 рублей. И безусловно, перед всеми банковскими сотрудниками стоит этот план, что нужно продавать кредиты, нужно продавать их со страхованием жизни. Приходит человек, если он не хочет взять кредит, ему нужно предложить карточку кредитную, хоть каким-то способом его заманить, чтобы у него была возможность где-то в какой-то ситуации что-то оплатить, и уже, так сказать, стать клиентом банка. Сколько человек берет подобные кредиты и что людей волнует при кредитовании? Я задал этот вопрос Андрею, потому что интересно же послушать, что он расскажет как сотрудник, когда люди приходят брать кредиты. Друзья, здесь на самом деле вот эта информация. Когда была первая волна, скажем так, весной этого года, я снимал сюжеты про банки, о том, что вот посмотрите, по телевизору нам показывают одну ставку, в реале она совсем другая. И некоторые люди писали, для кого ты это рассказываешь, это же все просто. Это просто для молодежи, это просто для тех, кто уже через это прошел, кто с этим сталкивался. Люди, которые ни разу не брали кредиты, либо брали и не знали о том, что их обманули, они приходят в банки, а таких, поверьте мне, подавляющее большинство. Вот это рассказывают сами сотрудники банков. Красиво пролетел. Соответственно, когда они приходят, их волнует один вопрос. Какая у меня будет процентная ставка? Андрей говорит, человек будет просить миллион рублей, некоторым можно воткнуть сходу, там, 300 тысяч страховку жизни вместо 168. Он ничего не заметит. Его волнует только лишь процентная ставка. Поэтому, друзья, здесь я подвожу следующий итог. Если вы в этом разбираетесь, вы знаете, куда смотреть, вы умеете это все пересчитывать, вы очень внимательны, это очень хорошо. Но поделитесь подобными сюжетами со своими друзьями. Очень часто бывает так, что вы все знаете, а кто-то из ваших близких, это может быть человек, которому там 40 лет, 50, 60 лет, пошел брать кредит, думая то, что сейчас он выгодно возьмет, а его нахлобучат так, что вы потом будете удивляться. Ого, это же ваш родственник, а его обманули. Что же он вам не позвонил, не проконсультировался? В общем, друзья, подобная информация в наше время очень актуальна и очень востребована. Потому что вы скажете, не берите кредиты, живите по средствам. Если бы была официальная статистика доступна, мы бы с вами приятно или неприятно удивились бы о том, что большая часть населения через кредиты уже проходила, и большая часть населения через кредиты еще проходить будет. Поэтому, парни, вот вам полезная информация, про которую по телевизору никто не рассказывает. Таким образом, друзья, в описании к этому ролику я оставляю полезную ссылочку на плейлист про подобные сюжеты. Переходите, смотрите, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, обязательно поставьте лайк этому ролику, поделитесь им со своими друзьями. Дальше будет больше полезных и интересных сюжетов. Я с вами не прощаюсь, я лишь говорю вам до скорых встреч. Пока-пока!